В Измаиле появился первый в Придунаве светомузыкальный фонтан. Его установили в Клушинском сквере, построенном на месте разобранного аварийного дома на проспекте Ленина. Создание светомузыкального фонтана и нового сквера стало возможным благодаря партнерству Благотворительного фонда Урбанского и Измаильского городского совета. Два года назад на этой территории был коколан, из которого росли деревья, и который был обнесен безобразным забором. Измаильским городским советом было принято решение остретенном на этой территории парке со светомузыкальным фонтаном. Эту идею поддержали Александр и Анатолий Урбанский. И этому проекту суждено было сбытка. Хочу вас всех поздравить с новым местом отдыха для всех измаильчан, то есть для всех нас. Поздравляю! Полюбоваться новым фонтаном в день открытия пришли более пяти тысяч измаильчан. События украсили танцевальные коллективы и вокальные номера. Самые маленькие гости праздника получили в подарок мороженое. А молодежь смогла воспользоваться в сквере свободным доступом к сети Wi-Fi. Ну а взрыв эмоций публики вызвало начало работы фонтана. Его струи заиграли под вальс Штрауса «Голубой Дунай». Музыка, вода, свет – волшебное и завораживающее зрелище, никого не оставляющее равнодушным. Наш город стал еще более уютным, еще более привлекательным. Здесь появилось новое прекрасное место. Я очень бы хотел, чтобы этот фонтан посещали матери со своими маленькими детьми, люди пожилого возраста. Абсолютно все измаильчане и любовались этим светом музыкальным фонтаном. Помимо света музыкального фонтана, измаильчане не скрывали свой восторг и от самого Клушинского сквера. Благодаря фонду Урбанского придунавья вместо пустыря теперь здесь цветут клумбы, высажены саженцы редких деревьев, в том числе и уникальных красных каштанов Бриотти. Работает автоматический полив газонов, установлено освещение и видеонаблюдение. Посмотреть на эту красоту каждый желающий может, присев на одну из 12 чугунных скамеек. Горожане признаются, после такого преображения Клушинский сквер стал настоящей достопримечательностью любимого Измаила. Очень много впечатлений, конечно, очень красиво, только радостно. Можно посидеть, отдохнуть и с детками, и так. Очень, очень довольны, очень. Благодарим. Курбанскому большое спасибо. Моей внучке очень нравится. Все понравилось, все классно. Фонтан понравился. Честно сказать, город очень прекрасный стал после всех ваших действий. Удачи вам и благополучия. Останавливаться на лучшую. Обещаем еще больше. Спасибо большое. Прекрасных вещей. Спасибо большое. Открытие света музыкального фонтана далеко не последний шаг в преображении Измаила, рассказывает народный депутат Александр Урбанский. Впереди новый проект – строительство культурно-исторического центра на базе городской диорамы. От диорамы в сторону памятника с орлом будет прокладываться набережная. То есть это будет выложено плиткой, четырехметровая ширина будет дорожки. Будут отдельно организованы зоны отдыха с беседками. Будет у нас беседка основная в конце набережной, будет смотровая площадка, будут всякие такие скульптурные композиции, мы тоже там планируем взять. В общем, событие будет грандиозное. Кроме того, Александр Урбанский пообещал в скором времени превратить столицу Придунавия в целый город фонтанов и установить еще несколько водяных произведений искусства в разных частях Измаила.